Субтитры создавал DimaTorzok Имя Александра Яковлева входит в список самых известных деятелей мировой авиации. Он создал более двухсот типов и модификаций красивых, надёжных, удобных в управлении машин. Яковлев был непревзойдённым мастером в создании легкомоторных самолётов. Но он решал сложные конструкторские задачи в любом классе машин – от вертолётов до бомбардировщиков. Александр Сергеевич Яковлев по-настоящему жил авиацией. Он был одним из тех, кто вложил в неё все свои силы, время, знания, талант. Создание самолётов было его страстью и главной целью жизни. Об этом он когда-то написал книгу, которая стала настольной для нескольких поколений людей, влюблённых в небо. Александр Яковлев родился в Москве 1 апреля 1906 года. Его отец служил в нефтяной компании, а мать занималась домом и детьми. Яковлевы имели звание потомственные почётные граждане, которое давалось только по императорскому указу. К сожалению, после революции о высокой награде было лучше не упоминать. Александру с его непролетарским происхождением и без этого пришлось нелегко. Теоретически он вообще не мог получить высшее образование. Тогда существовали фильтры, не допускающие в вузы детей, как это называлось, эксплуататорских классов. Тогда в вузы в основном шли назначенцы, направленные партийными комиссармольскими органами. Яковлев ещё со школы начал грезить об Академии Воздушного флота. Но сразу поступить туда ему не удалось. Требовался армейский стаж. Тогда Александр добровольно вступил в армию и устроился на работу в столярные мастерские при той же Академии. Он был уборщиком мусора, хозяином ангара, тоже работал по уборке. Выносил в коробе, скажем, опилки. И, значит, несмотря на то, что на него смотрели косо, как на интеллигента, который занят несвойственным ему делом, он не стеснялся этого, а делал всё, что надо было. Для парня, закончившего гимназию, такая работа казалась неподходящей. Однако Александр видел в ней большие возможности. Он не только научился делать многое собственными руками, он изучил основные производственные процессы и вник в их нюансы. Но прежде чем перед ним открылись двери заветного вуза, Яковлеву пришлось сделать новый рывок. Пробовать свои силы в качестве конструктора Александр начал ещё в школе. Из реек, обтянутых бумагой, он смастерил модель небольшого планера. Первые испытания в спортивном зале произвели на него сильнейшее впечатление. Из воспоминаний Александра Яковлева. В большом зале при торжественной тишине, в присутствии множества любопытных, я запустил свой первый летательный аппарат, и он пролетел метров 15. Радости не было границ. Волнение охватило всех. Модель летала. Я ощутил её движение, жизнь. И здесь родилась моя страсть к авиации. В марте 23-го года на волне массового увлечения авиацией в СССР создаётся общество друзей воздушного флота. А всего через полгода 17-летний Александр организует первую в Москве школьную ячейку друзей авиации. Вообще он стоял у истоков массового советского авиамоделизма, планеризма и спортивной авиации. Благодаря не только своему конструкторскому таланту, но и таланту организатора. Однажды Яковлев решил создать настоящий планер. У своего знакомого, студента Воздушной академии Сергея Ильюшина, он попросил конспекты и с их помощью рассчитал собственную конструкцию. Когда АВФ-10 был готов, Яковлев без колебаний решил представить машину на очередных планерных состязаниях в Крыму. Аббревиатура планера АВФ выдавала мечту об Академии Воздушного флота. Этот планер всем очень понравился. На нём много летали. Многие лётчики вылетались в планеристов, летая на этом планёре. Он получил премию, и, значит, его планер был отмечен в числе лучших. После школы были два трудных года в столярных мастерских и долгожданное повышение. Он стал помощником моториста в лётном отряде Академии. Вскоре юный энтузиаст решил воплотить в жизнь новую идею. В середине 20-х годов развитие авиации, в том числе и легкомоторной, набирало рекордные темпы. Всё чаще пилоты взлетали в небо не на импортных, а на отечественных машинах. Летом 1927 года командир эскадрильи Воздушной академии Юлиан Пиантковский совершил беспосадочный перелёт из Севастополя в Москву. Современников поразил тот факт, что путь длиной почти в полторы тысячи километров пилот преодолел на лёгкой авиетке. В полёте на борту машины с индексом АИР-1 находился и её конструктор, никому неизвестный тогда Александр Яковлев. Ну, во-первых, у него уже был некоторый опыт с планерами, так что он за свою конструкцию не боялся. Во-вторых, это был его первый самолёт. И ясно, что он с большим чувством ответственности к этому отнёсся. Он долго хлопотал, ему уже запрещали делать перелёт этот. Это был первый дальний перелёт советской авиетки, то есть лёгкого самолёта. В конечном счёте именно АИР открыл Александру заветную дорогу в Воздушную академию. Позднее, дату первого полёта АИРа, 12 мая 1927 года, станут считать днём рождения ОКБ Яковлева. А вот судьба человека, в честь которого АИР получил своё имя, сложилась трагически. Алексей Иванович Рыков, председатель совнаркома и руководитель общества «Друзей Воздушного флота», в середине 30-х был репрессирован и расстрелян. После этого аббревиатуру АИР стали представлять как перевод английского слова «Эйр» – воздух. Во время учёбы в Академии Яковлев продолжал строить самолёты. В год по машине. Для неопытного ещё конструктора – удивительная плодовитость. Получив диплом, он стал инженером на заводе номер 39, где располагалось Центральное конструкторское бюро. Яковлев тут же организовал группу лёгкой авиации. Эта группа после основной работы трудилась над созданием его новых машин. Одну из них, АИР-6, за удобство прозвали «Воздушным автомобилем». Использовался он очень широко. Он был не только в агитационной эскадриле имени Горького, но он закупался и использовался аэрофлотом в качестве самолёта местных линий. Был он связным самолётом в вооружённых силах. Был он полярным, санитарным. Ну, я не знаю, кем только он не был. В один из сентябрьских дней 1933 года на Центральном аэродроме в Москве встречали французского министра авиации. Стоял французский самолётик один, очень хорошо окрашенный, привлекавший внимание. Выстрелила эскадрилья имени Горького агитационная. И в числе самолётов был и АИР-6 Яковлева. Прекрасно отделанный, оформленный замечательно. Внешний вид самолёта даже ввёл в заблуждение начальника авиапрома Георгия Королёва. Королёв решил, что это французский самолёт. И сказал своей свите, вот видите, как надо строить самолёты. Сразу видно заграничную работу. Чей это самолёт? Какой фирмы? Ему говорят, конструкторы Яковлева. Но он тут сник и пошёл искать французский самолёт. Любовь к чистоте и аккуратности была для Яковлева так же характерна, как и решительность. И это, несмотря на рабочий стаж, всегда выдавало его непролетарское происхождение. В начале 30-х годов мировая пресса запестрела фотографиями американских спортивных монопланов. На этих самолётах удалось развить невероятную по тем временам скорость — более 300 километров в час. Идеей быстроходности были одержимы авиаторой всех крупных держав. Молодой советский конструктор Александр Яковлев в борьбе за скорость решил сделать упор не на мощный двигатель, а на улучшение аэродинамики самолёта. Из воспоминаний Александра Яковлева. «Мне удалось заразить ближайших своих помощников, мечтой о создании совершенно нового по схеме и самого быстроходного в нашей авиации самолёта». Это был моноплан с обтекаемым фюзеляжем и крылом очень тонкого профиля. Такая схема позволила резко снизить сопротивление воздуха. Когда «Аир-7» вышел на испытание, он произвёл настоящую сенсацию. Скорость в 332 километра в час была почти на 10 километров больше, чем у американцев. «Аир» обогнал и самый быстроходный советский истребитель того времени — И-5. Этот успех стал решающим в деле создания отдельного КБ 29-летнего Александра Яковлева. Возможно, тогда коллеги и стали в знак уважения называть его по инициалу — АЭС. Но путь конструктора не обходится без ошибок и неудач. В ходе одного из полётов «Аир-7» едва не произошла катастрофа. Лётчик Пиантковский чудом остался жив. На Яковлева тут же посыпались упрёки и обвинения. Ему с трудом удалось сохранить своё КБ, однако с завода группу попросили удалиться. Для работы ей выделили одно из помещений мастерской, где в то время делали кровати. С чего начал Яковлев? С наведения, порядка. В той части мастерской, которая была отведена под самолёты, он сам это очень ярко описывает, был наведен порядок, установлены станки, территория, проращённая в свалку, была расчищена, на ней в дальнейшем был создан образцовый авиационный завод, который отличался в то время от всех высоким уровнем своей культуры. Проект первого самолёта, сделанного в мастерской АИР-9, был представлен на конкурс безопасных самолётов. Конструктор применил в машине много технических новинок, в том числе общий фонарь обеих кабин. В дальнейшем многие учебные и даже боевые сверхзвуковые самолёты будут иметь такой фонарь. 4 июля 1937 года на АИР-9 был установлен женский мировой рекорд высоты. Фото улыбающейся лётчицы Екатерины Медниковой замелькало на страницах советских газет. Красивая, обаятельная и смелая, эта девушка была искренне предана авиации. Только такая и могла стать женой Александра Яковлева. Она испытала уже как лётчик-испытатель более 10 типов самолётов Яковлева и Грибовского. Она установила несколько мировых рекордов. То есть она любила авиацию. Вот вы видите, что они действительно были единомышленниками. А потом она была такой девушкой, в которую не влюбиться было невозможно. Но не только жена была увлечена авиацией. Двое их сыновей пошли по стопам отца. С самого детства их окружали самолёты. И в будущем они стали хорошими конструкторами. А Сергей Яковлев даже возглавлял в ОКБ направление спортивных самолётов. В 1935 году Александр Сергеевич получил звание главного конструктора. В том же году он создаёт знаменитый УТ-2 самолёт первоначального обучения для лётных школ и аэроклубов. Из отчёта инструкторов Чугуевского военного авиационного училища. УТ-2 для школ и училищ – чрезвычайно важный самолёт. Как переходный с У-2 на И-16, он даёт возможность в более лёгких условиях тренировать весь высший пилотаж. Учебно-тренировочный УТ-2 стал началом целого семейства учебных и спортивных яков. Вскоре появился одноместный УТ-1 – учебная машина, которая по своим пилотажным качествам была очень близка к истребителю И-16. 27 апреля 1939 года молодой конструктор с волнением шёл по кремлёвскому коридору к Сталину. Четыре года назад они уже встречались на авиапараде в Тушино, и тогда вождь с интересом выслушал идеи молодого конструктора. Впечатлённый даже усадил рядом с собой во время фотографирования. Но теперь Сталин вызвал его для личного разговора. АЭС догадывался, что речь пойдёт о его первом боевом самолёте. В этом самолёте было взято всё от аэродинамики. Это был исключительно обтекаемый, быстроходный самолёт. Он имел скорость до 567 км в час, что было намного выше, чем у всех остальных тогдашних самолётов. И это привлекло внимание Сталина. Новый двухмоторный самолёт под индексом ББ-22 поразил специалистов своими возможностями. Он летал на 130 км в час быстрее, чем стоящий тогда на вооружении скоростной бомбардировщик СБ, созданный Андреем Туполевым. Если учесть, что там были, в общем-то, вот если сравнивать с СБ, да, двигатели примерно той же мощности, то машина была намного компактнее и намного легче. За счёт этого получилась высокая скорость. Правда, установка оборонительного вооружения ухудшила его лётные характеристики. Но самолёт всё же строили серийно, под маркой Як-2 и Як-4. Во время Гражданской войны в Испании немцы применили новые боевые самолёты, которые превзошли советские машины. Неожиданно для руководства СССР выявилось отставание нашей авиации. Сталин был сильно обеспокоен этим фактом. Он понимал, что требуется создать истребители нового поколения. Ставку решили сделать на молодёжь. Яковлева, Лавочкина, Микояна и других конструкторов. Перед войной в серию были запущены истребители МИГ, ЛАГ и Як. Но самым лёгким и маневренным среди них оказался именно Як-1. Это было удачное сочетание скорости, огня и маневренности. Пилотажные характеристики были выше. Лётчики любили Як, и даже Сталин это отметил. Лётчики, он сказал, больше любят Яки. Я вам ещё скажу, что Покрышкин, свою первую звезду, героя, получил тогда, когда он летал на Як-1. Як-1 поднялся в воздух 13 января 1940 года. Самолёт пилотировал бессменный лётчик-испытатель ОКБ Юлиан Пиантковский. Конструкция Як-1 легла в основу всех последующих истребителей Яковлева периода Великой Отечественной войны. За неё главный конструктор, одним из первых в СССР, получил звание Героя социалистического труда и лауреата государственной премии. Вообще, АЭС был своего рода рекордсменом по части награждений. Одними сталинскими премиями его награждали целых шесть раз. Перед самой войной конструктора назначили заместителем наркома авиационной промышленности по опытному самолётостроению. Теперь Яковлев следил за тем, чтобы в производство шли только самые перспективные проекты. Яковлев очень хорошо умел отличать реальное от нереального. Говорят, ему приписывают фразу, что надо дать заказчику не то, что он просит, а то, что ему действительно нужно. И он всегда на всех своих машинах принимал такое решение. Способность Яковлева улавливать то, что необходимо на данный момент, особенно пригодилась в годы войны. Его самолёты были хороши не только в бою. Они оказались и очень просты в производстве. Многие заводы были эвакуированы на восток. Не хватало помещений, опытных мастеров. В таких условиях несложные в сборке Яки были настоящим сокровищем. Деревянные чем хороши? Можно использовать большое эквалифицированного труда. Там идёт ручная клейка, как папье-маше, скажем, деревянный фюзеляж. Можно использовать столярные мастерские. Можно использовать мебельные фабрики, что наши и делали. Осенью 1942 года группа французских лётчиков прибыла в СССР, чтобы сражаться против Германии. Для формирования эскадрильи пилотам были представлены на выбор несколько типов истребителей. Французы предпочли лёгкий и маневренный Як. В октябре 1941-го Яковлев в качестве замнаркома срочно вылетел в Новосибирск. Там, на авиационном заводе, сложилась катастрофическая ситуация. Из воспоминаний Александра Яковлева. К моменту нашего приезда завод был забит недоделанными самолётами. Не только сборка, но и почти все цеха превратились в болото. Сдача готовых к бою машин в последние месяцы не производилась совсем. Директор и главный инженер были растеряны. И хотя я задавал вопросы только общего характера, в их ответах чувствовалась явная беспомощность. Яковлев с его решительностью и даром организатора смог переломить ситуацию. И вскоре завод стал выпускать до 20 машин в сутки. К концу 42-го года Красной Армии удалось освободить часть советской территории. Многие заводы восстановили нормальную работу, увеличились поставки импортного алюминия. Стали внедрять большее количество лёгких сплавов и в Яковлевских машинах, и в Лавочкинских машинах, заменяя дерево лёгкими сплавами. Это привело к улучшению лётных данных. ЯК-9 стал самым массовым советским истребителем за всю историю войны. Применение металла позволило уменьшить его массу. Выигрыш в весе использовали для увеличения запаса горючего и оснащения более мощным вооружением. Имелась и ещё одна важная особенность. ЯК-9 можно было модифицировать в самые разные по назначению и боевому применению типа самолётов. Он имел 22 основные модификации, из которых 15 строились серийно. Сначала стали ставить 37-метровую пушку в развале цилиндров вместо обычной пушки ШВАК. Потом стали делать вместо обычных стандартных двух крыльевых баков 4. Появился дальний вариант истребителя, а потом и другие. Не такие распространённые, как ЯК-9Т и ЯК-9Д, но тоже весьма массовые самолёты, как самолёт с внутренней бомбовой подвеской, как сверхдальний. ЯК-3 воплощал в себе идею лёгкого и маневренного самолёта воздушного боя. За основу конструктор взял ЯК-1, облегчил его и существенно улучшил аэродинамику. Именно на этих машинах знаменитый французский полк «Нормандия-Неман» заканчивал Великую Отечественную войну. Любой конструктор, даже очень талантливый, должен опираться на единомышленников. Новая машина — это всегда коллективный труд и взаимопомощь. В середине войны заместителем Яковлева стал Олег Антонов. Он принял активное участие в создании истребителей марки «ЯК». В ходе совместной работы Александр Сергеевич впервые услышал об идее Антонова создать транспортный биплан укороченного взлёта и посадки. После войны замнаркома написал в своей резолюции. «Это интересный самолёт. Нужно его построить». Шесть слов Яковлева не только решили вопрос о создании Ан-2, знаменитого в будущем кукурузника. Фактически эти слова положили начало новому ОКБ, который возглавил Олег Антонов. К концу войны на вооружении Германии и Великобритании появились первые реактивные самолёты. В Соединённых Штатах также активно работали над созданием подобных машин. Использование реактивных двигателей позволяло значительно повысить скорость и другие лётные характеристики. В 1945 году за эту тему взялись и советские конструкторы. Александр Яковлев в целях экономии времени решил поставить турбореактивный двигатель на истребитель Як-3. В этом шаге виделось очень мудрое решение. Лётчик попадал в знакомую, привычную для себя обстановку. Это позволяло без особого труда осваивать новую реактивную технику. 6 августа 1951 года у Сталина состоялось совещание, на котором обсуждался важный стратегический вопрос. Для обороны границы срочно требовался самолёт, способный длительное время патрулировать воздушное пространство. Взяться за создание такого истребителя-перехватчика решил Александр Яковлев. Уже через год новый всепогодный перехватчик Як-25 поднялся в воздух. Самолёт оснастили мощным радиолокатором, что позволяло обнаруживать цели на расстоянии до 30 километров. Схема Як-25 оказалась настолько удачной, что конструктор смог использовать её при создании целого семейства боевых машин различного назначения. В 1953 году умер Иосиф Сталин. Яковлев глубоко переживал это событие. В его кабинете портрет вождя будет всегда оставаться на стене, несмотря на перемены в политической жизни страны и смену её лидеров. Он его очень уважал. Это ощущается по всему тону его книги «Цель жизни». С новым лидером страны Никитой Грущёвым отношения у АЭС не сложились. Слишком разные они были по складу характера. Однажды между ними произошёл неприятный инцидент. На выставке авиационной техники Никита Сергеевич кинул фразу, что дело конструктора – создавать самолёты, а не писать книги. К тому времени Яковлев как раз опубликовал автобиографические рассказы. Он не посмел возразить первому секретарю ЦК. Однако неприязнь между ними осталась навсегда. Между тем книги Яковлеву были очень популярны. Долгое время они являлись настольными для многих любителей авиации. Из воспоминаний Корнея Чуковского «Талантливый авиаконструктор оказался и в литературе талантливым. Слог его совершенно свободный от газетно-казённых шаблонов, прост, живописен и точен. Нельзя не восхищаться человеком, который до страсти влюблён в свой сверхчеловеческий труд». В 1967 году на параде в Домодедово демонстрировался первый советский самолёт вертикального взлёта и посадки Як-36. Он завис в воздухе как вертолёт, а потом, стремительно набирая скорость, скрылся из вида. Появление такой машины стало не только прорывом в отечественном авиастроении, но и решением важных стратегических задач. Основным толчком было то, что очень интенсивно развивалось противоаэродромное оружие, и было понятно военным, что в случае любого конфликта первой целью будут аэродромы, и, соответственно, самолёты, даже оставшись целыми, не смогут взлететь и, как сказать, принять участие в боевых действиях. С мировыми тенденциями вертикального взлёта и посадки Яковлев впервые подробно познакомился в 1960 году на выставке «Фарнборо». На него произвёл большое впечатление английский экспериментальный вертикально взлетающий самолёт фирмы «Шорт». Это была действительно сложная задача – превысить тягой двигателя массу машины и при этом обеспечить её управление. В этом вопросе Советский Союз отставал от стран НАТО. Однако ни одно наше КБ не решалось взяться за эту тему. На это отважился только генеральный конструктор Александр Яковлев. Решение, конечно, было сложное, потому что вот все эти годы, пока эти самолёты разрабатывались на Западе, у нас в ОКБ отслеживали все эти работы и знали, что они проходили через очень большие потери и лётчиков, и самолётов. Поэтому принять такое решение для генерального конструктора – это было, значит, возложить на себя эту вот всю ответственность возможных катастроф. Ему пришлось начинать практически с нуля, ведь опыт проектирования подобных машин в нашей стране просто отсутствовал. Для этого было создано множество испытательных стендов и лабораторий. Заново разрабатывалась система управления самолёта в режиме нулевых скоростей. Одной из основных проблем, которую нужно было решить, являлась силовая установка. Это была проблема, конечно, очень сложная, потому что та отрасль техники, двигателестроительной, которая должна была обеспечить решение вот этой задачи, она как раз только к этому моменту подошла к созданию таких двигателей, которые бы имели при относительно небольшом весе от достаточную тягу. 24 марта 1966 года лётчик-испытатель ОКБ Валентин Мухин впервые выполнил вертикальный взлёт и посадку на экспериментальном самолёте Як-36. Эту дату можно считать днём рождения отечественного вертикально взлетающего самолёта. Вскоре ОКБ приступило к разработке нового самолёта — лёгкого штурмовика с вертикальным взлётом и посадкой. К тому времени интерес к машине такого типа стал активно проявлять и военно-морской флот. С 1976 года на вооружение тяжёлых авианесущих крейсеров класса «Киев» стали поступать новые самолёты Як-38. Это были первые в мире палубные машины вертикального взлёта и посадки. Одной из новинок стала система автоматического катапультирования лётчиков. Это была единственная, первая и единственная в мире система, которая была применена ещё на самом первом самолёте, на Як-36. И причём, вот тут вот надо сказать, что это была концепция самого Яковлева, применять вот эту систему, и до тех пор, пока эта система не была отработана и поставлена на первые опытные самолёты, Як-36 ещё, он не разрешал проводить полёты по полному профилю. Як-38 состоял на вооружении авиации военно-морского флота в течение 15 лет. Дальнейшим развитием этой темы стал Як-141, первый в мире сверхзвуковой боевой самолёт вертикального взлёта и посадки. Лётные испытания опытной машины начались в марте 87-го года. К сожалению, распад Советского Союза не позволил закончить работы по этой уникальной машине. Главным отличием ОКБ Яковлева всегда была необычайная широта охвата тем. Конструкторы его коллектива были настоящими универсалами. Например, в конце 40-х годов Яковлев разработал десантный планер Як-14. Серийно выпускался так называемый «летающий вагон». Як-24 на момент своего появления был самым мощным вертолётом. Более того, на нём были установлены первые советские вертолётные мировые рекорды. А был ещё и реактивный вагон. Правда, не «летающий», а «железнодорожный». Разработкой этого вагона также занимались конструкторы Александра Яковлева. И всё это стало возможным благодаря универсальности, ну, во-первых, инженерного состава, и, во-вторых, той структуре, которую выстроил Александр Сергеевич Яковлев в своём ОКБ, которая явилась самая правильная, как показало время, и самая объективная. Несмотря на активные работы по боевым машинам, Яковлев всю жизнь оставался верен своей первой любви — легкомоторной авиации. Одним из самых известных самолётов стал учебно-тренировочный Як-18. Он пришёл на смену устаревшему УТ-2. Тысячи советских лётчиков делали свои первые шаги в большую авиацию на этой летающей парте. Надёжный, лёгкий в управлении Як-18 позволял не только осваивать азы лётного дела. Конструкция самолёта давала возможность постоянно развивать самолёт. На базе Як-18 были созданы великолепные спортивно-пилотажные машины, такие как Як-18П, Як-18ПМ и Як-50. Благодаря им советские спортсмены нисходили с пьедесталов чемпионатов мира по высшему пилотажу на протяжении двух десятков лет. В середине 60-х годов появилась необходимость заменить устаревший самолётный парк местных авиалиний. Это были поршневые машины, крейсерская скорость которых не превышала 350 км в час. Яковлев решил построить новый самолёт. Из воспоминаний Александра Яковлева. Наш конструкторский коллектив на протяжении многих лет был известен своими истребителями, учебно-тренировочными и спортивными самолётами. Многие сомневались, по плечу ли вообще нашему КБ современная реактивная пассажирская машина. Оказалось, что по плечу. Задачу он видел в создании машины, которая будет сочетать в себе скорость и комфорт больших лайнеров. В 1966 году появился знаменитый Як-40 – первый в мире реактивный самолёт для местных пассажирских авиалиний. Эта машина стала с успехом эксплуатироваться не только аэрофлотом. Ей заинтересовались и за рубежом. Как известно, самолёт Як-40 явился первым советским самолётом, который соответствовал американским нормам лётной годности, поскольку в то время ещё не существовал авиационный регистр в России. Поэтому сертификацию мы проводили в таких развитых авиационных державах, как ФРГ, Италия. И впервые советские самолёты были проданы, пассажирские самолёты были проданы в такие высоко развитые страны. После распада Советского Союза руководство ОКБ Яковлева сумело сохранить ведущих специалистов. И в эти непростые годы коллектив ОКБ сумел создать прекрасный реактивный учебно-боевой самолёт Як-130 – самолёт 21 века. Александр Яковлев ушёл из жизни 22 августа 1989 года. Каковы же итоги пути знаменитого конструктора? Его истребители стали оружием победы во время Великой Отечественной войны. На его самолётах установлено 74 мировых рекорда. Страна получила 70 тысяч машин марки Як. А ещё в истории авиации он остался как великолепный рассказчик, описавший не только свой путь конструктора, но и хронику советского самолётостроения. Сыгравший в нём одну из главных ролей, Александр Сергеевич Яковлев когда-то совершенно точно выбрал для себя цель жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»